Добрый день, дорогие друзья! Мы начинаем передачу Ирина Булыгина «Фьючерсы» и узнаем сегодня, что нового на этом рынке. Ирина, добрый день! Добрый день, Игорь! Добрый день всем! Я очень рада вас снова видеть и слышать, так как недельку я пропустила эфира. Многие писали уже в личку мне, что соскучились и ждут от меня новых эфиров и нового анализа рынка. К чему я сейчас приступлю? Тогда я включаю демонстрацию рабочего стола. Да, конечно, включаем. Потому что так как мы торгуем по техническому анализу, в первую очередь нам нужно видеть графики. Так, видно графики? Я почему-то не вижу. Нет, мы видим хорошо, все отлично. Видите, да? Все замечательно. Значит, вчера интересный был день чем? Все шло по нисходящему тренду, не было никаких существенных объемов на дневной торговой сессии. Вы видите, я вам показываю на часовой таймфрейме. В час проторговалось по 60-57 тысяч контрактов. Но вечерка просто внесла коррективы. На вечерке был импульс вверх, 2000 пунктов. И на текущий момент мы подходим к важному уровню 86-300, который является сильным сопротивлением. Вот этот задерк наверх я пока не воспринимаю как смену тренда. Мы уже начали падать как сигнал на вход в лонг. Я все же подожду пару часов для того, чтобы понять ситуацию, будет ли закрепление выше 86-300, то есть цена может уйти на 86-500 и выше, либо все-таки в этой зоне будет остановка. Плюс, если посмотреть более внимательно на маленьком таймфрейме, в этой зоне у нас появляются повышенные объемы. Также с этой зоны 28 марта при открытии рынка с гэпом вверх у нас были довольно-таки агрессивные продажи. То есть открытие вверх и все это движение слили. Поэтому данная зона 86-300, 86-500 является довольно-таки опасной и некомфортной для входа в позицию. То есть я бы подождала все-таки, что здесь произойдет, будет ли сценарий закрепления цены выше 86-500, либо мы увидим через 2-3 часа ниже 86-300, 86-200, для того, чтобы заходить в шок. То есть лонг я все-таки пока не рассматриваю. В целом коррекция, которая была в восходящем тренде, и вот сейчас мы видим на дневном таймфрейме запил абсолютно нормально. Уж сколько недель тренд продолжался в РТС, поэтому текущая ситуация абсолютно закономерна. И, к сожалению, не каждый день нам дают вот такие мега-хорошие трендовые входы, и нужно дождаться терпения и дождаться хорошей точки для входа. Поэтому еще раз скажу, РТС ждем развязки вот в этой зоне ситуации. Думаю, 2-3 часа терпения, и мы поймем, что же все-таки с инструментом произойдет. Конечно же, стоит напомнить, что РТС в последнее время довольно-таки существенно коррелируется опять с нефтью. Но у нашего контракта 4.16, 1 апреля будет экспирация. То есть вот-вот уже на днях я переключила на нефть. Мы видим, что нефть вчера также на вечерке показала, в принципе, хорошее восходящее движение, но не такое сильное и несущественное. То есть РТС гораздо выше, я бы сказала, задернули наверх. Опять же, скоро экспирация. Старый контракт, наверное, уже не стоит торговать. А давайте посмотрим все-таки на новом, новые уровни. Чтобы вы случайно не застряли в мартовском контракте, мы посмотрим, появляются ли объемы на контракте 5.16. Из того, что видно, пока вот есть такая локальная слабый уровень, но тем не менее я его отмечу, сопротивление 40.50. В принципе, данный уровень я бы рассматривал для открытия шортовых позиций с потенциалом в район 39.5. Если только на дневном таймфрейме я увижу уход цены на новом контракте выше 41.15, вот примерно я смотрю, то есть если я вижу дневка скрепилась выше, я буду рассматривать лонг в инструменте. В целом, к сожалению, трендовым движением сейчас по нефти назвать нельзя, потому что вот если провести такие вот уровни, 39.5-42.80 примерно, в нефти сейчас широкий боковик. И такой боковик может продолжаться, ребята, очень долго, там еще несколько недель неизвестно. Поэтому все сделки рассматривать все-таки стоят внутри дня. Стоит помнить те новости, которые являются драйвером и двигателем в инструменте, то есть сегодня у нас среда, 17.30, это запасы по сырую нефти, и, может быть, ближе к вечерней сессии у нас будут определенные целенаправленные движения. Поэтому будьте внимательны и не входите в позицию перед статистикой, лучше дождитесь выхода статистики и более понятного сценария в инструменте. Вот пока больше, видите, склоняюсь именно к шарту, к инструменту. Конечно же, следующим на очереди инструмент хотелось бы посмотреть валютную пару доллар-рубль, которая очень неимоверным образом на вечерней сессии на открытии, мы знаем, что укрепление рубля произошло на один рубль, даже больше. Тем не менее, обратите внимание, зона, где сейчас торгуется фьючерс, доллар-рубль, довольно-таки объемный. Объемы очень большие, это очень существенные. И я все же думаю и предполагаю, что с данной зоны у нас будет именно отскок наверх. Конечно же, оптимальнее всего риск оценивать и свой стоп ставить за лоу, за лоу, которое было сегодня, это 68-564. Это было бы правильным стопом. Но если ваши риски не позволяют столько ставить, стоп короче, то придется ставить, наверное, в районе 68-670 примерно, хотя бы в этой зоне. В инструменте в целом у нас широкий боковик. Продолжается он с 18 марта. Нижней границей данного боковика, если не считать сегодняшнюю лоу, была отметка 68, по-моему, там 700. Но сегодня мы переместили лоу и сейчас выкупает. Конечно же, закрепление цены выше 69 на часовом таймфрейме даст нам сигнал на то, что мы можем действительно входить в лонговые позиции. Потенциал в боковике пока оцениваем. Сейчас переключу на часовик, чтобы более понятны будут уровни текущие. Оцениваем примерно до 70 500, 71 200. То есть это те уровни, которые локально были сопротивлением, и с них у нас были продажи. Но мои предположения все-таки, что все вот это накопление с 17-18 марта – это все-таки налог. Посмотрим, насколько мое предположение верно. Нам нужно дождаться уже выхода цены выше 71 200. Опять же, как долго мы будем торговаться в этом диапазоне – неизвестно. Какие новости могут быть драйверами. То есть все равно, хоть мы и торгуем по технике, часто какие-то фундаментальные новости, либо вот просто новостной фон в мире влияет на то, что в инструментах переставляются диапазоны. Пока у нас идет какой-то набор позиций, даже на часовике видно четко, что в этой зоне повышены объемы. То есть данная цена кому-то довольно-таки привлекательна для покупок. Но не стоит все-таки забывать сценарий обратный. Если мы увидим уход цены ниже 68,5, и часовик закрывается ниже, то, конечно же, шорт может продолжиться. Фотенциал остается там не мега большой. Там буквально по текущему контракту до 66 тысяч. Поэтому я пока этот сценарий считаю, скажем так, маловероятным. Все-таки рассматриваю больше лонг от данной границы. Итак, следующим инструментом на рассмотрение будет фьючерс «Газпрома». Обратите внимание, на вечерние сессии и сегодня на открытии тоже показывают довольно-таки хорошее оптимистичное движение наверх лонг. Но, тем не менее, тоже видно, что, как и в РТСе ситуация, «Газпром» подходит к определенному уровню, с которого у него были продажи. Это 15 050. То есть подход неоднократно к данному уровню сопровождался продажами. Поэтому текущая точка неинтересна для входа в лонг. Тем более, инструмент уже прошел за день 250 пунктов. И я бы все-таки дождалась установки в этой зоне. Опять же, подождала бы 2-3 часа для того, чтобы увидеть действительно, что данную зону удерживают медведи, цену не пускают выше. И, возможно, сформируется точка для входа в шорт. Я сейчас посмотрю. Пока на 5-минутном тайм-фреме, ребят, сигнала нет. Мы видим, да, безоткатный поход наверх, поэтому нужно набраться все-таки терпения и дождаться явной остановки и возврата обратно в диапазон. Поэтому не торопитесь, пока входить в сделки. Сбербанк. Ну, тоже был импульс наверх, буквально 2-5-минутные свечи назад. Обратите внимание, какой повышенный объем. 50 тысяч контрактов за 5 минут – это существенно. Это большой объем. Цена подошла к уровню, с которого тоже были продажи у Сбербанка. Это 10 960. Но, тем менее, возможно, Сбербанк еще покажет какое-то движение вверх вплоть до 11 080. Потому что «Газпром» уже прошел гораздо больше сегодня, то есть фактически прошел дневной ЭТР, Сбербанк пока еще не прошел так много. Как мы знаем, часто бывает, «Газпром» растет, Сбербанк стоит, а потом они меняют свое движение. То есть вот крайне редко они идут технично в одно направление с одной скоростью. То есть все-таки чаще всего они ведут немножечко по-разному себя. В целом, я думаю, что у Сбербанка будет шорт, если рассматривать перспективу нескольких недель. Мы знаем, что на прошлой неделе, 22 марта, был исторический хайп у акций Сбербанка. Сходили буквально немножечко выше, после чего были продажи. Поэтому я думаю, что у нас будет шорт. Но, конечно же, ребят, стоит набраться терпения, потому что зона накопления, зона, когда крупный игрок разгружается, тоже уже продолжается несколько недель, с начала марта, и может еще энное количество дней, недель продолжится. Поэтому будьте осторожны, и пока, конечно, приходится работать внутри дня. Лукоил. В подневке у нас шортовая картина. Видимо, фьючерс ходил на 29 тысяч. Коррекция была довольно-таки существенная на 26,84. То есть почти 3 тысячи пунктов скорректировалось, что дает довольно-таки хорошую возможность для того, чтобы заработать. Но напомню, что фьючерс Лукоил, к сожалению, не настолько ликвидный, объем там небольшие, и заходить большим лотом, как там в Сбербанке, в Газпроме, не всегда получается. С тобой бывает с проскальзыванием. Поэтому я Лукоил чаще рассматриваю как раз для того, чтобы удерживать сделку несколько дней и брать более длинные целенаправленные движения. Вот, ребят, давайте посмотрим, что будет в зоне 27 тысяч, немножечко ниже. То есть пока цена туда не дошла, но тем менее и на дневном таймфрейме, и на часовике видно, что данная зона будет привлекательной для входа в шорт. Опять же, пока точка для входа не сформировалась, возможно, даже сформируется только завтра, на завтрашней торговой сессии. Микс. Посмотрим маленький контракт на индекс ММВБ. Коррекция тоже уже произошла существенная. Сейчас идет откат, но зота 1900, немножечко ниже, может выступить с сопротивлением. Пока цена туда не дошла. Точки на входа в шорт нет. Но я бы не торопилась на маленьком таймфрейме сейчас заходить в шорт, а все-таки подождала бы, возможно, все-таки дадут точку входа повыше на 1900. Опять же, сегодня это будет или завтра, неизвестно, насколько быстро цена дойдет. Валютная пара евро-рубль. Как и доллар-рубль, в инструменте наблюдается боковик. Также, в принципе, с 17-го числа. Обратите внимание, если доллар-рубль у нас сегодня обновил лоу, то евро-рубль не обновил и сейчас торгуется в середине диапазона. Конечно же, максимально привлекательной точкой для входа в лоу была бы цена в районе 77-300. Но, возможно, мы ее сегодня не увидим. Тем не менее, в середине диапазона входить нет смысла, потому что риски будут, вы видите, до лоу. Даже если вы собираетесь брать среднесрочную позицию, вам нужно понимать, что риски более 1000 пунктов, что довольно-таки много. Поэтому ждать. Нужно опять ждать хорошие точки. Второй сценарий, если цена уйдет уже выше 80 тысяч, улетит, и тогда брать среднесрочный лонг с данного накопления. Золото вчера показало хорошее движение наверх, но опять же подошла к сопротивлению. Я вот смотрю поднивки. В принципе, с данной зоны, с данной цены могут быть продажи. 1247. Может быть, еще цена пойдет чуть-чуть выше. В принципе, если цена подойдет сегодня от 1247, я бы рассматривала шорт с коротким стопом по золоту. Тоже инструмент находится в целом в широком боковике, и данная зона – это широкий боковик, верхняя граница широкого боковика. Более четким сигналом на шорт, конечно же, будет уход цены ниже 1213. Это будет уже более понятная картина, потому что мы видим, с февраля месяца уже почти два месяца золото торгуется в широком диапазоне, но, в принципе, не дает целенаправленного движения. В принципе, мы рассмотрели все основные фьючерсы. Остался у меня евро-доллар и ВТБ. У евро-доллара восходящая динамика хорошая, но опять цена подошла к сопротивлению, к зоне, от которой были неоднократные продажи, и данная зона больше рассматривается для входа в шорт с короткими стопами, чем в лонг. Поэтому тоже присматривайтесь. Если вам дадут точку входа повыше, чтобы вы поставили короткий стоп, можно евро-доллар рассматривать на открытие шортовых позиций, но пока именно внутри дня. И ВТБ. На вечерней сессии мы видим вчера, показал, так как фьючерсы не ликвидные, видите, какой был фейк, но это, можно сказать, такое нереальное движение и связано с тем, что просто стакан в инструменте пустой. Кто-то нажал просто по рынку и снес весь стакан, все объемы, которые были в нем, 8442 контракта. Мы видим. Поэтому, конечно же, торговать ВТБ очень страшно и опасно. Вот представьте, да, человек сидел в шортовой позиции, даже если он заходил раньше и ставил короткие стопы, представляете, что произошло на вечерней сессии с его стопом. То есть могло быть такое сильное проскальзывание, либо даже стоп не сработал. И вы понимаете, когда вы торгуете неликвидные фьючерсы, вы должны понимать, что есть вот такие риски. Поэтому будьте очень осторожны с торговлей ВТБ. Сейчас мы видим, что фьючерс подошел к сопротивлению 7610, и данную зону я бы тоже рассматривала для входа в шорт внутри дня. В принципе, с потенциалом примерно там 7400-200 пунктов. Но, опять же, повторюсь, это для тех, кто любит ВТБ. Я лично его уже давненько не торгую. Вот такой анализ Игорь Пурынк. На самом деле четких точек сейчас нет для входа. Рынок не очень интересный сейчас для торговли. И все-таки нужно запастись терпением и дождаться хороших точек для входа и хорошей развязки. Я останавливаю демонстрацию рабочего стола. Да, давайте вернемся в эфир с вами. И, коллеги, пожалуйста, ваши вопросы для Ирины. Я с удовольствием их озвучу. Да, я уже вижу вопросик по поводу Ирины. Я его озвучу, чтобы все... Хорошо. ...кто не в чате. Алекс КРД задает вопрос. Ирина, вы сейчас находитесь в какой-либо позиции? Нет, я не нахожусь ни в какой позиции. Я же говорю, вчера я только вернулась. И вернулась немножечко простуженная и приболевшая. Я, может сказать, вхожу в ритм рабочий. И пока ни одной сделки после приезда не делала. Во время отдыха тоже не торговала. Понятно. Поэтому у меня пока неделя вне рынка. Хорошо, спасибо. Ирина, следующий вопрос Топчий Михаил задает. Вы Америку торгуете? Акции не торгуют. СМЕ немножко бывает сделок. Но опять же торгую тогда, когда есть хорошие точки для входа. Потому что, в принципе, видите, и золото, и нефть, и валютная пара, евро-доллар, когда они дают хорошие точки, можно торговать и на российском рынке, и на американском. Согласен. Я, кстати, смотрю на нефть сам внимательно сейчас. Я не понимаю, почему все говорят, что сегодня прям ожидается рост, и все пойдет наверх и так далее. Нет, я не вижу этого роста. Технически, честно, я тоже не думала, что будет рост. Поэтому, Игорь, я, наверное, с вами тут солидарно. Не знаю, кто там, все говорят. Я все-таки прислушаюсь сильно к техническому анализу. Но, Игорь, вы же прекрасно знаете, когда была паника, нефть падала, все говорили, да, будет там по 15 долларов за баррель, да. На самом деле цена остановилась в районе 28 долларов. И мы увидели потом, фактически в течение месяца полутора, отскок на 50% от цены. То есть это очень существенный отскок. И потом все резко забыли о том, что говорили все известные аналитики, что цена будет 15 долларов за баррель. Поэтому все-таки по нефти нужно очень внимательно фильтровать выход именно аналитики, да, известные аналитики, там, банков каких-то мировых, то есть мировых лиц, часто этот, скажем так, прогноз не срабатывает. Да, 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 он политизированный. К сожалению, вот все-таки приходится отстраниться от внешней информации и более внимательно именно смотреть на график. Понял. И все-таки техника дает более понятную картинку. Ага, спасибо. Сергей Самряков спрашивает. Ирина, услугами какого брокера пользуетесь на российском рынке? Открытие и БКС. Угу, спасибо. Подождите, а вы не все назвали, а United Traders? United Traders. Спросили именно про российские именно брокеры, российские брокеры. Потому что United Traders предоставляет возможность торговать в разные рынки, и американский фондовый рынок, и российский фондовый рынок. Я думала, что именно вопрос был именно по России отдельно. То есть United Traders на России вы не используете? Вы используете его для западных рынков? Ну, в данный момент это не от меня зависит, а, скажем так, от инвесторов, чьими счетами я управляю. То есть у них счета открыты в БКС и в открытии. Все понятно. Естественно, мы все зависим от инвесторов, без сомнения. Спасибо, Ирина. Следующий вопрос Элиот задает. Ирина, вы кто по национальности? Я украинка. Ну, в принципе, как и у многих, наверное, есть смесь национальности. И, в принципе, у меня корни идут и с России тоже. Фамилия Булыгина, это фактически российская фамилия по папной линии. Понятно. У нас на всей территории бывшего СССР невозможно определить национальность, потому что все поперемешаны 8 раз, это понятно. Хорошо, спасибо, Ирина. Михаил Топчи спрашивает. Вы про Аврору? Мы уже ответили. Сергей Самряков, следующий вопрос. Ирина, проходили ли вы United Traders Pro? Нет, не проходила, просто не было надобности проходить данный конкурс. Ясненько, хорошо. Я являлась ментором данного конкурса по России. Да, да, осенью, по-моему, да, на сколько лет? Да, 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 в сентябре. Хорошо, спасибо большое. Ну что, друзья, закончились ваши вопросы. Ирина, я чувствую, что вам еще можно в Турцию на неделю уехать, потому что, судя по тому, рынок еще не будет так вот устаканиваться. Да, но я буду не в Турции, на следующей неделе, Игорь, на самом деле, я буду рядышком с вами, я буду в Москве в течение всей недели, поэтому вот даже не знаю, как делать со следующим эфиром. Да, 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 поскольку вы там, где вы будете, у меня тоже есть свои источники. У вас есть инсайдерская информация, где я буду на следующей неделе, да? Да, 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 я даже знаю, с кем вы будете биться, но вам не скажу. А я уже знаю тоже, у меня тоже свои источники есть. Да, Ирина, но Мочилова на той неделе будет сильная, я хочу сказать. Ну, что же вы так сразу, Мочилова, это по-другому называется, интеллектуальная битва. Да, хорошо, я шучу, конечно. Ну что, я думаю, можно сказать, вы уже билеты самое главное купили? Конечно, продавну. Тогда я позволю себе сделать небольшой анонс, если вы не против. Не против. Следующая, коллеги, битва, начинающаяся с понедельника технических и фундаментальных аналитиков на РБК ТВ. В 12.35 каждый день мы будем видеть Ирину Былыгину в этой битве. Ирина, вы уже были в ноябре, или правильно я запомнил? В ноябре, да, все правильно. Смотрели, конечно. Тоже болели за вас, вы очень убедительно тогда выиграли. Вот, с огромным интересом будем следить за этой битвой. Вот сейчас технический... В прошлый раз, когда я приезжала в ноябре, технический анализ, да, команда технического анализа проигрывала. И, в принципе, после моей поездки, моего результата, мне удалось вывести команду в плюс, да, вывести вперед. Вот сейчас технари проигрывают очень сильно фундаменталом, и, конечно же, я попытаюсь сократить эту разницу. Хотя бы сократить, потому что там счет, по-моему, 40-20 с чем-то. Вывести вперед не получится, но буду стараться делать все, что от меня возможно для команды технического анализа. Вот вы какая сторонница технического анализа. Да, Игорь, ну, вы же знаете, я все-таки предпочитаю технический анализ. Понятно, понятно. Ну, мы вас сейчас разозлим немножко перед битвой. Фундаментальный анализ рулит. Ой, да, пожалуйста. Но, к сожалению, видите, в прошлый раз это не проявилось. Конечно же, зависит от соперника, да, который будет участвовать в команде. И немаловажную роль играет рынок, да, рынок, который будет в данный момент. И мы не знаем, будут ли сильные движения, дадут ли, скажем так, в текущей ситуации на рынке возможность заработать. Но будем искать те инструменты, которые будут максимально привлекательны для хороших трейдов. Хорошо, отлично. Ну, а я тогда, поскольку у нас основной интерес по нефти, у большинства трейдеров здесь, мы все очень интересуемся. Кто-то торгует, кто-то, как, так сказать, индикатор использует. Поэтому я пошлю заранее вопрос с участником этой битвы. Прямо на понедельник пошлю. Ваше видение цен на нефть на этой неделе. Так что такой вот случайный вопрос, если вы услышите, не удивляйтесь. Почему? Потому что, конечно, нефть и на этой неделе, и на следующей неделе, на мой взгляд, будет продолжать оставаться драйвером. Посмотрим. Я тоже думаю, что существенная ситуация за неделю у нас не изменится. Будет такой же сценарий. Хорошо. Отлично. Ирина, поправляйтесь, самое главное, потому что выходить на битву, ну, там, с температурой… Конечно. Нужно здоровой, ну, немножечко пока голос хандрит, а так не переживайте, все хорошо. Я думаю, за несколько дней я поправлюсь полностью. Обязательно. Потому что когда человек болеет, конечно, ему не добиться, что там говорить. Ирина, как вы планируете лечиться? Что это? Мед, молоко, водка? Я принимаю все рекомендации, вот, народные. Я таблетки не пью, поэтому буду лечиться народными методами. Но самое сложное, это на самом деле избавиться от кашля, потому что вот температуры нет и ничего нет, а такое вот состояние с кашлем, его сложно убрать. А таблетки я не пью, Игорь. А почему таблетки? Поэтому мелкий бирь, да? Почему таблетки не пьете? Не балуй свой организм, он меня уже привык и, в принципе, знает, что таблеток не получит. Да. В том, что таблетки вызывают привыкание, они дают просто временный эффект. И, в принципе, таблетки – это химия, да? Может быть, с кем-то тут я поспорю, или, вернее, со мной кто-то поспорит, что нужно пить таблетки, но я не сторонник лечиться традиционной нашей медициной. Ну, понятно. Мед, имбирь – такое лечение. Это то, что я предложил – мед, молоко и водка с перцем. Нет, у меня не водка с перцем, у меня имбирный чай. Имбирный чай, я понял. Светлана пишет, против кашля надо нагретую минералку пить. Да, боржоми, кстати, да. Светлана, спасибо, вот напомнили, все правильно. А в чем? Но я не нагретая, минеральная вода боржоми особенно рекомендуется. Не могу сказать, Игорь, почему, но тем менее, многие используют ее для лечения, притом такого застарелого даже кашля. Вот по поводу теплой я вот не слышала. Просто полоскать рот, да, минеральной водой знаю. Я понял. Слушайте, сто лет живу, такого не слышал. Что против нас. Да, что против нас. Какая полезная у нас вообще передача и трейд-ТВ, а? Да. Сколько нового мы узнаем. Я, Снегарина, спасибо вам огромное. О, поправляю. И вам спасибо. Да, всем хороших трейдов. Видите, на рынке пока нет движения, поэтому займитесь, наверное, своим здоровьем. Пока есть свободное время от рынка. Ну, а то, что в следующий раз, на следующей недельке мы как бы, ну, не получится встретиться в эфире, ничего страшного. Мы вас будем смотреть каждый день в 12.35. Мы транслируем в эфир, естественно, будем смотреть, переживать, оценивать ваши трейды. Так что, не волнуйтесь, мы вас на следующей неделе никак ни на минуту не забудем. Я верю. Меня и в Стамбуле не забывали. Все ребята писали. Поэтому меня не забывают. Все, тогда до следующей недели и до встречи, можно сказать, на РБК в понедельник. Договорились. Всего вам доброго, удачи, хорошего дня. До свидания.